Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. В августе 2000 года на юбилейном архиерейском соборе состоялась канонизация в лике святых священноисповедника протерея Георгия Косова. Отца Георгия уважали оптинские старцы, о его духоносности говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Старец Иоанн Крестьянкин глубоко его почитал, а Сергей Нилус в своей книге «Великое в Малом» поставил его в один ряд с великими подвижниками земли русской. Отца Георгия любят и почитают до сих пор, ведь он из тех святых, которых именуют скорыми на помощь. О батюшке рассказывает книга, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве «Символик» и называется «Батюшке Амвросия. Наследник. Священноисповедник Георгий Косов». Эта книга рассказывает о священной исповеднике Георгии Косове, или, как называет его Сергей Александрович Нилус, в своем сочинении «Великое в Малом» отце Егория Чекриковском, известном старце и заступнике Орловской земли. На страницах издания собраны материалы, посвященные отцу Георгию. Труд Николая Николаевича Усова, источник воды живой, священноисповедник протерии Георгий Косов. Глава из книги Нилуса «Великое в Малом» отец Егор Чекриковский. Отрывок из труда священномученика Серафима Чечегова о возрождении приходской жизни, акафист и другие молитвенные воззвания к батюшке. Как говорится в предисловии, молодым священником был послан отец Георгий служить в один из беднейших приходов в село Спас-Чекряк Волховского района Орловской области. Именно там, получив благословение преподобного Амбросия Оптинского, он совершал свой подвиг пастырского служения. Отец Георгий пошел к отцу Амбросию в тот момент, когда против него восставали вражьи силы, и днем и ночью он слышал «Уходи отсюда, ты один, тебе не справиться». Он пошел к старцу, чтобы тот благословил его уйти на более благополучный приход. Но отец Амбросии встретил его со словами «Ты что, Ирей, кого испугался? Враг-то один, а вас двое». «Как двое?» – не понял его отец Георгий. «Ты, да Христос!» – ответил ему старец. «Вот и выходит, что двое. Иди с Богом и ничего не бойся». Больше сорока лет отец Георгий обустраивал приход, на который его поставил Господь. На ранее почти безлюдном месте он построил большой каменный храм, школу, приют для девочек-сирот, гостиницу для паломников и кирпичный завод. Но самое главное – не плоды его вещественных усилий, а духовный плод, который он принес. Не зря его считают преемником по благодати старца Амбросия, к прозорливому и милостивому батюшке стекался народ из самых дальних уголков нашей Родины. Люди шли к нему за советом, помощью, исцелением и утешением. И он, как истинный и добрый пастырь, каждому уделял время, каждого согревал любовью и с каждым делился частичкой своей души. За смирение, терпение, веру и любовь к людям Господь щедро одарил отца Георгия. Батюшка обладал духовным зрением, даром исцеления и изгнания бесов. Вот как описывает батюшку Сергей Александрович Нилус. Облик отца Егора в старой заношенной ризе, обвисшей на его высокой сухощавой фигуре, смятыми складками, потертой от времени парчи. Его темные, с большой проседью волосы, закинутые салба назад непослушными, мелковьющимися, точно крепированными прядями, с одной прядкой, непокорно сбившейся на дивный высокий лоб. Реденькая бородка, небольшие усы, открывающие характерный сильный рот, в котором так и отпечатлелся характер стойкий, как вычеканенный из железа. Небольшие глаза, горящие каким-то особенно ярким внутренним огнем и взглядом, глубоко-глубоко устремленным внутрь себя, из-под глубоких, редких складок между бровями. «Глаз не мог я оторвать от отца Егора», — пишет Нилус. «Вихрем в голове моей проносилась вся история церкви на земле, вся история ее младшей дочери, православной русской церкви, исполненная дивных образов верных воинов, несших ей победные венцы в борьбе с внутренними и внешними врагами, с врагами земными и врагами злобы поднебесной. Передо мной, очевидно, был один из таких воинов». По словам Сергея Нилуса, еще при жизни старца Амросия Оптинского, хотя и очень незадолго до его праведной кончины, по орловским местам прошла слава среди народа праотца Георгия Косова. В последние годы, а автор был там зимой 1903 года, о нем заговорили с особенным интересом и, как водится, заговорили на разные лады. Одни с восторгом, усматривая в нем непосредственного преемника по благодати отца Амросия, нового прозорливца, которому открыто сокровенное человека, для которого и в будущем нет тайного, что не было бы ему явным. Другие отнеслись к нему предвзято недружелюбно, даже прямо враждебно. Но, как отмечают издатели в непростое, после революционное время, когда православные священники подвергались жестоким гонениям, отец Георгий без страха, уповая на милость Божью, продолжал свое великое служение людям и Богу. Якобы за сокрытие церковных ценностей его заключили под стражу, но вынуждены были выпустить, не имея никаких доказательств его вины и боясь гнева народа, который стеной стоял за своего пастыря. До последнего своего вздоха батюшка продолжал утешать, исцелять и помогать всем, кто к нему обращался. Умер он 8 сентября 1928 года, и даже после смерти старца людской поток спас чекряк не сяк. Могилка отца Георгия ни дня не оставалась пустой, на нее постоянно приносили цветы и ставили свечи. Все, кто искренне почитает батюшку, чувствуют помощь от молитв к нему. Многие стали свидетелями чудес и исцелений по его предстательству. Теперь, когда небожители пребывают духом в церкви, торжествующей на небесах, подтверждают они, что через святых прославляется великое имя Божье, которому они имели беспредельную любовь. Горние жители, как небесные светила, близки к нам и свидетельствуют, что они не забывают свое земное отечество и особенно покровительствуют тем, где они трудились во временной жизни. Они проливали пот и кровь во имя неиссякаемой любви к Богу и ближним. Своим святым образом благочестивого жития назидали верующих своих современников и их потомков. Как и прежде, они ярко напоминают нам о суетности и ничтожности кратковременной жизни, показывают нам пример, как надо искать горнего отечества, как надо любить нашу мать, святую церковь православную. Они живы и по смерти, и мы слышим их утешающий и ободряющий голос. Пройдет еще много-много лет, будут сменяться поколения, а святые вечно останутся жить в людской памяти, и благодатная помощь их никогда не скудеет. Протеерей Георгий Коссов был обычным семейным священником. Но пройдя через многие испытания и искушения, он обрел огромную духовную силу и стал всенародно любимым старцем, слава о котором еще при его жизни распространилась далеко за пределы Орловской земли. Не зря в народе его ласково называли батюшке Абросима наследник. По словам издателей, отец Георгий дает нам удивительный пример того, как может простой священник стать подвижником, не уступающим по духовной силе многим великим святым. 9 декабря 2000 года, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя батюшки, были обретены его мощи, а верующие люди получили возможность обращаться к новому святому молитвеннику, священноисповеднику Георгию Коссову. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Я напоминаю вам, что мудрые и душеполезные книги вы найдете в церковных книжных лавках и мир вашему дому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok